Здравствуйте! Вы хотите знать, кто я? Сейчас я вам расскажу, кто я. Есть киевский летописец Пимен. А я не он. Я черновицкий летописатель Пинхус. И сейчас мы с вами поговорим немножечко таки за легендой старых черновиц. Я вам скажу всё. Это чистая правда. Я вас просто уверяю. Не верьте злопыхателям. Всё именно так и было. А если и не было, то это же стоило выдумать. Вот, например, такое. Говорят старые люди, что турецкий колодец выкопали когда-то первобытные черновицкие мещане Василь, Аурел и Хаим, которые, проснувшись утром, после долгого январского празднования, решили бороться с похмельем с помощью физических нагрузок. Поскольку похмельный синдром вызвал определенную бестолковость движений и нелогичность движений, копающих колодец, окружающие, ну, у которых в голове, впрочем, тоже шумело, нервно обзывали их турками царя небесного. И так в народной памяти города колодец остался турецким. Колодец он себе как колодец, всё в нём на месте. В отличие от известной Пизанской башни, в которую строители тоже возводились в похмелье. А самих строителей обзывали не менее круто, о чём свидетельствует название сооружения и угол его наклона. В старых черновцах похмелью приписывали свойства магические и сверхъестественные. Согласно давней черновицкой легенде, некто Ионел Понадпрудский, которого позже назовут Буковинским Нострадамусом, проснувшись с тяжёлой головой, ясно и чётко прозрел будущее. Там, в будущем, двурогие механизмы страшного вида передвигались без лошадей, а люди в них были набиты, как селёдки в бочке. Ионел перекрестился. Ему показалось, что это выскользнули из леса рогатые тролли. С того времени эти машины и называют «троллейбусами». В доказательство пророческого видения Ионела на старом дубе в Цецино существует сделанный им древний рисунок, чего-то похожего на чешский троллейбус 60-70-х годов. Правда, злые языки утверждают, что рисунок этот нацарапал в те же 70-е годы нетрезвыми черновидскими школьниками Васи и Баси. Однажды...